Деньги бывают разными. Вот некоторые люди думают, что деньги, они все одинаковые. Нарисовано все то же самое. Вот те же самые деньги. Ничего подобного. Я вам сейчас это докажу. Деньги бывают чистыми, бывают грязными. Бывают приносящими удачу, а бывают приносящими страдания. Вот, допустим, несколько примеров из жизни людей, которые имели грязные деньги. Перестройку один мужчина имел виноводочный завод в Москве. У него хорошо шел бизнес. Водка, она быстро дает прибыль. И быстро, как бы, денежки появляются. И они, кстати, очень быстро тратятся в этом случае. Потому что человек попадает в ту среду, в которой деньги улетают конкретно. И там ты не можешь их не тратить, потому что там так принято это делать. Если ты не будешь там тратить, то тебя не поймут. Понимаете? Не поймут. Вот. Там так надо жить. И вот он так жил. Но когда у него кончилась благочестивая карма, потому что, когда ты зарабатываешь на, не просто на здоровье, а на том, что люди отравляются взаимоотношениями со злыми духами, то это является угар-карма. Знаете, что такое угар-карма? Угар-карма означает сверх ужасное, сверх тяжелое. Ну, то есть это карма, которая вообще ничего хорошего человеку в жизни не может дать. Вот этот человек, он, что произошло с ним? Хотя он и талантливый бизнесмен, он попал в такую компанию, что его еле ноги унес. Он говорит, и слава Богу, что у меня бизнеса не осталось. Хорошо, что жив остался. Ну, реально, то есть его чуть не пристрелили. Ну, то есть прямо на волоске от смерти был. Вовремя понял, что его хотят прибить, и все сам добровольно отдал. Ну, хватило мозгов на это. Потому что некоторых даже мозгов не хватает отдать. Ну, в общем, что заработал, то и получил. Но это еще не все. У него осталась та квартира, вот он с квартирой был как бы, с квартирой и остался. Все, что он получил во время этого бизнеса, у него улетело, кроме впечатлений. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что потом он несколько раз пытался завести бизнес, у него ничего не получалось. И речь о спиртном-то уже и не идет. То есть в эту сторону дорога была всегда заказана. Как только туда он приближался, сразу же пистолет появлялся рядом. Вот. Но вообще он не смог открыть никакой бизнес себе. Потому что кончилась хорошая судьба на этом. Больше того, он когда женился на нормальной девушке, то через год-два она спивалась. Причем он не пил сам совсем. Она рядом с ним просто становилась алкоголичкой. И так было у него три раза. Когда три раза у него это произошло, он пришел ко мне на консультацию, говорит, я не могу больше так жить. Скажите, что мне делать? Я спросил, чем занимались сразу же. Он мне сказал. Я ему начал говорить, почему у него так произошло. Он говорит, достаточно. Я это все сам, не дурак, уже понял. Что у меня все произошло из-за того, что торговал спиртным. Вы мне скажите, что делать теперь? Я же живой, говорит. Мне жить-то надо дальше продолжать. Я ему сказал, что надо раскаиваться, надо молиться, надо очищением, троищиту начать. Помните, мы говорили вчера, троящита, то есть очищение себя. Надо серьезное очищение начать в своей жизни. И он, понял, пошел очищать свою жизнь, свое существование. Второй случай. Ко мне приходит человек, бизнесмен. У него в Нижнем Новгороде сеть магазинов, в котором продается в том числе и спиртное. В том числе и спиртное. Но если такой магазин есть, вот те люди, которые держат такой магазин, они знают, что спиртное дает 60-70% прибыли. Все остальное так, чуть-чуть. Так или нет? Кто занимается таким магазинчиком, у кого? Есть такие люди? Нет? Нету. Ну что-то вы знали. И у него сеть таких магазинов. И он пришел ко мне, говорит. Вот вы, говорит, можете что-то сказать про мою судьбу? Говорит, скажите мне про мою судьбу. Я сразу, какой у вас бизнес? Я чувствую, откуда ветер дует. Он так вот посмотрел на меня, говорит. Ну да, правильно. Я, говорит, торгую продуктами и спиртным. И он тогда смотрит на меня внимательно, что я дальше скажу. Я ему говорю, если вы в ближайший год не начнете менять направленность бизнеса, ну то есть постепенно переводить его со спирта на продукты питания, пускай с убытками, то вы в течение года погибнете в автокатастрофе. Это неизбежная карма для вас. Знаете, знаете, какой был ответ? Он поскочил со стула и сказал, ура, ура, правильно, правильно. В общем, он понравился мой ответ. А потом он мне рассказал свою историю. Ему приснился сон. Такой вещий сон приснился. Он говорит, что ему надо менять бизнес и перестать продавать спиртное, потому что иначе он попадет в автокатастрофу и погибнет. После этого сна он ничего не менял, и он попал, у него получилась серьезная авария, он переломался весь. И как бы в бошку вошло это знание. Он понял, что сон был правильным. И после этого, когда он переломался, он когда немножко очухался, он приехал ко мне и получил подтверждение, что оказывается, он еще не полностью переломался, что дальше будет еще хуже, что это было просто предупреждение. Понимаете? И человек немедленно пошел менять бизнес, решительно и смело, поняв, что денежки бывают разными. Понимаете? Разными.